В этом году в Москве прошел третий стендап-фестиваль, на который приехало большое количество комиков со всей страны. И сегодня мы покажем вам самые интересные выступления фестиваля. Всем привет, меня зовут Сергей Горох, я из города Минск. Я в прошлом году участвовал в программе «Открытый микрофон», попал в команду «Славя Комиссаренко» и все. Мне кажется, что этот фестиваль намного сильнее по участникам. Все увидели программу, увидели, как нужно шутить, что нужно вот уровень прям вырос, по-моему. Мне кажется, стало круче. Недавно узнал такую статистику, что Беларусь из всех стран постсоветского пространства занимает первое место по количеству милиционеров в стране. При населении в 10 миллионов человек у нас 1 миллион милиционеров. Вот прям тот народ, который нужно хорошенько угомонить. Белобрызых, голубоглазых беспредельщиков. У нас же что ни год, то революция. Беларусь — пороховая бочка Европы. Вот мы... Пяки-буки просто. Как выносит нас земля, непонятно. Просто, если вы когда-нибудь приедете в Минск, вы увидите, как 10 пьяных людей переворачивают машину, так вот один из них — мент. Все в порядке, понимаете? Я не понимаю, зачем столько много. Мне кажется, самое большое громкое преступление последних лет — это то, что под Витебском украли породистую козу. Мне кажется, самое большое преступление — то, что миллион ментов получает зарплату из бюджета, а косточку по-прежнему дуют воровские руки, понимаете? Так нельзя. И я еще узнал о такой информации, то, что Беларусь — это почти единственная страна, в которой нет конной милиции. И все понятно, потому что в Беларуси все кони заняты делом, понимаете? Они работают в отличие от ментов. И у нас очень много милиционеров, но нет такого, что ментовский беспредел какой-то. Они, скорее, даже милые. Недавно был такой случай, который изменил все мое отношение к белорусской милиции. Я был в кондитерском отделе, двое милиционеров перекусывали, и одному из них на рацию поступил сигнал. Пш, 36-й, как обстановка? И я клянусь, что я услышал самый милый ответ, который мог дать милиционер. Он говорит, пш, вафельку ем. Я подумал, что мне показалось. Он говорит, пш, повторяю, ем вафельку, как сочный. Я не удивлюсь, если это было задание, серьезно. Пш, Петров, отправляешься в Первомайский район есть малиновую вафельку. Пш, я хочу нормальное задание, хочу искать козу. Коза – это оранжевый уровень опасности. Понял? Всем спасибо, вы очень приятны были. Здрасте, Дима Гаврилов, Нижний Новгород. Я недавно гулял с девушкой, все шло хорошо, мы мило общались, и в какой-то момент она говорит, а тебе сколько лет? Я говорю, 21. Она говорит, ого, да ты младше моего младшего брата? Я подумал, звучит как начало задачки по математике. Я говорю, ну так и сколько тебе? Она говорит, мне 30. И я охренел, потому что для меня 30 – это много, понимаете, мне всего 21 год, это очень большая разница. И потом она говорит, это же никак не повлияет на твое отношение ко мне. Я говорю, да нет, что вы. Слушайте, всем же хоть раз в жизни в голову приходила мысль, что было бы круто умереть в свой день рождения, чтобы люди сказали, ничего себе, как получилось. Ровно 75 лет прожил. Ни днем больше, ни днем меньше. Чтобы какой-нибудь незнакомый человек шел по кладбищу, увидел даты жизни на моей могильной плите и сказал своему другу «зырь». «Зырь». И друг такой. И к тому же представьте себе этот великолепный момент. Мой день рождения, куча друзей, родственников. В какой-то момент я отрубаюсь, подходит человек, трогает пульс, поворачивается к остальным и говорит, он умер. И все 50 человек трагично снимают колпачки. Я однажды собирался в университет, очень сильно опаздывал, когда вышел из квартиры, понял, что забыл надеть ремень. Я вернулся в квартиру, схватил ремень, и чтобы не тратить время, начал надевать его прямо в лифте. Я стою в лифте, двери открываются на первом этаже, я застегиваю ремень, поднимаю глаза и вижу, что передо мной стоит девушка. И я не знаю, что она подумала, но я подумал, что она подумала, что я здесь ссал. А в критической ситуации мозг, он не очень креативный, поэтому я просто сказал, я тут не ссал. Просто какой человек больше вызывает подозрения, да? Тот, который в лифте застегивает ремень, или тот, который делает это со словами, я тут не ссал. Но, видимо, эта ситуация не только для меня оказалась критической, потому что она мне ответила, я тоже. Что, нам осталось только руки пожать, типа, поздравляю, коллега, лифт в чистоте, все благодаря нам. И через несколько дней я опять ехал в лифте, и в этот раз там реально кто-то напрудил. И когда двери открылись на первом этаже, да, там стояла она, и я понял, что что бы я сейчас ей не сказал, она мне не поверит. Поэтому я просто сказал, ну, сегодня вот так. Все, у меня все, спасибо большое. Стендап-движение активно развивается не только в России. Следующий участник приехал на фестиваль в Москву из Казахстана. Меня зовут Толубая Биржан, мне 23 года, я приехал из города Алматы. Не замечали, что влюбленные пары в начале своих отношений постоянно сосутся? Вот, везде и всюду, прямо вот не оторвать друг от друга. Просто я встречаюсь со своей девушкой уже 5 лет, и мы сосемся только по праздникам. Ну, или когда она мне бензин заливает. Для меня это тоже праздник по-своему. И знаете, просто вот 5 лет это большой срок, и она очень хочет свадьбы. И постоянно любыми действиями намекает мне об этом. Недавно, например, в ЗАГСе вот праздновали ее днюху. И знаете, я сам тоже очень хочу свадьбу, но вот проблема в том, что у меня очень мало денег, но у нас очень много родственников, которых нужно пригласить. И, в общем, мы ждем, пока я добьюсь успеха, но на всякий случай я постепенно ссорюсь со всеми родственниками. Это, в принципе, не так уж сложно. Например, недавно ко мне подходит тетя, говорит, что там, когда свадьба? Я говорю, не твое собачье дело. А она, знаете, очень хочет на мою свадьбу, поэтому реагирует, типа, «А-а-а-а! Какой взрослый стал уже!» Просто проблема в том, что я из очень бедной семьи. Чтобы вы понимали, от моей мам можно было часто услышать фразу «И чё, прям все с портфелями ходят?» Я ходил в школу с пакетом, с прозрачным. Когда я прогуливал уроки, все видели, какие именно уроки я прогуливал. Когда у меня было 8 уроков, я носил туда двойной пакет. Я ненавидел циркули. Знаете, у моего папы даже не было денег на ремень. Поэтому, когда я получал двойки, он пугал меня не ремнем. Просто пугал, типа, ух. И знаете, положение не сильно изменилось. И я сейчас любыми, просто любыми способами коплю на нашу свадьбу. И я накопил уже 8 тысяч рублей. Ну, 10, если Ростов хорошо сыграет. У меня все, спасибо, друзья. Максим Евдокимов, 27 лет, приехал из Кожска. Считается, что старики — это социально незащищенная категория граждан. У меня есть версия, что это специально незащищенная категория. Но у нашего общества явно есть цель, чтобы человек после выхода на пенсию максимально быстро сдох. Или вы думаете, дача не для этого? Ну, это ж реально, это кусок земли, на котором ты должен работать после того, как, по идее, ты уже не должен работать, да? И я переживаю за наших пенсионеров. Хочется их как-то защитить, спрятать, не знаю, положить кого-то в шкаф на дальнюю полку и доставать только на выбор. Все. Ну, реально, у нас ничего не делается для продления жизни. Или хотя бы для ее интересного завершения. Я в Таиланде видел пандус-стрип-бар. Это удобно. Ты сидишь в коляске, тебя закатывают голым телкам, чтобы ты раздавал им деньги. У нас-то работает по-другому. Ты сидишь в коляске, тебя закатывают в вагон метро, чтобы ты собирал там деньги. У нас даже перед магазином мир пандусов нет пандуса. Такая история. Недавно было крещение, я, как и все, ездил к проруби сомневаться. Прыгнуть нет. И я заметил, что крещение стало слишком модным. Слишком много селфи, да? Как будто все решили, что Бог завел Инстаграм. Но, ребят, это плохо. Сейчас все ведут на показ. Если так дальше пойдет, в следующем году крещение будет снимать геометрия. Но тут... Тут хотя бы круг замкнется, да? Они весь год фоткают, как ты в ночных клубах грешишь, а потом эти грехи смываешь. Все нормально. Я недавно еще был в бане, и там почему-то все мужики называли друг друга по отчеству. Типа, точнее, парни все называли друг друга по отчеству. Типа, Михалыч, подай парку. Степаныч, есть зарядка на ноги? А это мои ровесники, понимаете? И я, кажется, знаю, откуда у нас это желание побыстрее постареть. Мы просто уверены, что отчество нам идет. Но согласитесь, нельзя назвать человека, который болгаркой пилит газовый баллон Андрей, да? Что с греческого значит «разумно». Это ж Кузьмич. Друзья, боритесь со своим внутренним Кузьмичом. Спасибо. В среднем, но в целом доволен. Доволен, все нормально. Волнение было, но на 30 секунд я с ним справился, все нормально было. Недавно гулял с сестренкой на детской площадке, и я, конечно, офигел от того, какие имена сейчас дают детям. Мальчики, Добрыни, Севериян, девочки, Роксолана, Евсевия, Анжиолетта. Люди вообще знают, что у них родился ребенок, а не корабль. Роксолана, давай ты будешь скатываться с горки, а я буду ловить тебя снизу. Я пошел посмотреть. Думаю, неужели с горки скатывается торшер из Икеи? Смотрите, у всех же есть такие друзья, стрёмные прогнозисты. Вот те, которые перед матчем Россия-Испания ставят тысячу рублей на Россию и что-то ждут. По-моему, ждут, когда у них станет на тысячу рублей меньше. Вот в моем окружении такие стрёмные прогнозисты — это мои родители. Просто когда мне было 15 лет, они купили мне двуспальную кровать. Родители у меня, конечно, интересные. Я недавно привел девушку домой, чтобы с ними познакомить. Сидим все вместе на кухне, общаемся. И я в какой-то момент вышел, зашел обратно, а мама уже показывает ей вот эти фотки, где я голенький. Я думаю, зачем? Зачем вчерашний? Хватило бы детства. Меня зовут Александр Бедняков, и я работаю пожарным. Не надо, не надо, не надо. Это не смешно еще. И знаете, мне стало интересно, что же людей интересует моей профессией. Я загуглил, и самый популярный запрос — это почему пожарное ведро странной формы, конусообразной, если кто не знает. По науке такая форма нужна, чтобы легче было тушить. Так легче зачерпать воду и выливать ее на огонь. Но сразу скажу, если вы увидите, что какой-то пожарный тушит этим ведром... Дело плохи, ребята. Бегите от этого, он в отчаянии просто. Следующий... Следующее, что он сделает, сядет и будет плакать над пожаром, чтобы... Мы не используем это ведро для тушения, реально. Максимум, как мы его используем, это как колпак на день рождения. Приколы такие у нас. И я... Мне нравится работать пожарным, но это тяжело. Например, я не хочу жаловаться, но у меня врастует зарплата где-то 10 тысяч рублей. 12, если воровать на пожарах, но... Ладно, ребята, это шутки. Если воровать, выходит побольше, да, конкретно так, но... Ладно, если честно, мы не воруем, честно, мы не воруем на пожарах. Но если горит дом богача, мы немного радуемся прям. Водим хоровод сначала вокруг дома, прыгаем над Бентли, горящим его. Мы просто не хотим становиться богаче. Мы хотим, чтобы все были нищеброды, как мы, на одном уровне. Я не хочу, чтобы вы думали, что я могу шутить только на тему своей работы. Например, я... Недавно я прочитал книгу «50 оттенков серого». Многие стесняются потом говорить, я не стесняюсь, я был в армии, она меня прям выручала. Кто не знает, суть книги в том, что парень с девушкой подписывает контракт, по которому он за нее везде платит, но если она косячит, то он ее наказывает. И там это назвали БДСМ. В России это обычная семья, по-моему, да? И самое, знаете, там обидное, что это типа БДСМ, но там не было никаких извращений, ни плеток, ни кляпов. Там парень в первой книге взял ремень из рук и пару раз шлепнул девушку. И там сказали, фу, БДСМ. Просто я до этого читал «Тихий дон». К тому же я дал веслом по горбу. И никто не сказал, фу, извращенцы. Но с другой стороны, там же никто не кайфанул от этого, да? Не было такого «Най! А, Гришка! А, красный, красный!» Всем спасибо, был Александр Бинников. Знаете, почему-то все думают, что я похож на африканца. Но это не так, вы меня должны понимать, да? Я мулат. В детстве, чтобы объяснить друзьям, кто такой мулат, я говорю, что это как кентавр. Но не в том смысле, что я ел овес и ночевал в сарае, нет. Просто я тоже результат животного секса, понимаете? Я учился в школе, и обычно я после этой фразы меня аплодирую, типа, да, молодец. У меня в школе училась сестра, у меня есть сестра, ее зовут Маша, она на 10 лет старше меня. И она училась в той же школе, что и я. И однажды на уроке у меня учительница спросила, «Элэмбила Максим, а ты случайно не брат Элэмбила Маши?» И в тот момент мне хотелось ответить, ну, не знаю, а как она выглядит? Ну, чтобы она такая, ну, она такая, ну, как Наташа, только как ты, понимаешь? Сейчас я работаю в офисе, и у меня в офисе очень толерантные коллеги. Я как-то ждал доставку, и пришел курьер, подошел к одной из моих коллег, спросил Элэмбила Максима. Она сказала, ну, тебе надо дальше по прямой, поворачиваешь налево. Ну, ты сразу заметишь, что он такой высокий, понимаете? Очень толерантные коллеги. И недавно, в этом году, 23 февраля, выполнен на четверг, так получилось, что вышло 4 дня выходных. И вот накануне этого дня, 24 февраля, я сидел в офисе, и зашел начальник со словами, «Фух, 4 дня выходных, вот отдохнем, как нормальные белые люди». Сначала я подумал, что он не имел в виду ничего плохого, но потом подумал, почему я работаю эти дни? В России нет толерантности, понимаете? Я недавно смотрел со своей девушкой, ее родителями телевизор, и мы там услышали слово «негр». И всем там так стало неловко. Я понимаю, это нормально для российского телевидения, но не для прогноза погоды. Ладно бы там ментовские войны, да, или что-то типа того. Недавно был... Знаете, я подумал, что во времена гражданской войны я бы был отлично большевиком. Во-первых, я картавлю, во-вторых, не разделяю взгляды белых, понимаете? Если бы в то время существовал стендап, я бы просто разрывал бы одной фразой, я выходил на сцену такой, вас не бесит ли белые, да? Что они себе позволяют, товарищ? Недавно... А, нет. Ладно, давайте напоследок. Мне очень легко завести отношения с девушкой, понимаете? Просто девушки любят экзотику, любят пробовать все новое. Так работает психология. Просто если ты всю жизнь ешь одни яблоки, то в определенный момент тебе по альбому захочется попробовать мой член. Меня зовут Максим, спасибо. Стендап-фестиваль собрал людей из самых разных уголков России. От деревень до мегаполисов. Следующий участник представляет город Калуга. Здравствуйте, здравствуйте, привет. Привет. Да. Знаете, вот сейчас заметили последние годы очень в моде борода, да? Вот я тоже хочу себе бороду, но она у меня не растет. И вот это очень обидно, да, что бороду носят все, там, диджеи, какие-то блогеры, да, продавцы, бездельники. А ведь им не нужна борода. А вот мне реально нужна борода. Я егерь. У меня есть жена, да, есть ребенок. Моя жена постоянно называет нашего сына, вот, заяц, утенок, поросенок. А мне это не нравится. Я против того, чтобы моего сына называли тем, что я когда-то убивал. Я сомневаюсь, что моя бабушка когда-то называла моего отца при моем деде Кюнтер Ганс Фридрих. Ну, благодаря профессии у меня есть доступ к животным, да, я иногда этим пользуюсь. Недавно я отвез свою жену на свиноферму, вот, и говорю, вот, покажи мне хоть одну пьяную свинью. Вот, покажи мне пьяную свинью. Она говорит, ну ладно, не бывает пьяных свиней. Я говорю, вот, а потом сам задумался, а вот представьте, если бы свиньи реально бухали. Вот мой бы мир сразу перевернулся, я бы сразу перестал есть свинину. Я просто не понимаю, как можно закусывать тем, с кем в теории можно закусывать. Вот, если так важно, чтобы какое-то животное бухало, пусть бухает выхухоль. Ну, просто вряд ли кто-то видел выхухоль, а во-вторых, послушайте, как звучит. А, хамло, бухое, как выхухоль. Прям хо-хо-хо, Дед Мороз пришел. И знаете, вот к чему, вот мне бесит эти стереотипы, да, про животных. Вот они меня раздражают. Вот кто делал кто-нибудь так, знаете, божья коровка к вам прилетела, вы посадили ее на ладошки, вот эта божья коровка, да, вот. Поаплодируйте, кто делал, да, делали. А вот вы не задумывались, вот этого она от вас хотела. Вот за этим она к вам прилетела, да. Понимаете, божья коровка улетает, возвращается в мир насекомых, ее встречает майский жук и говорит, ну что, была у людей? Говорит, была. И чё? Да ничего, на ладошку посадили, стихотворение рассказали и отпустили. Он говорит, и чё, все лапы даже на месте? Ну да. И вот спичку никуда не засовывали? Нет. И в коробку не пихали с какой-то фигней, которую мы даже не едим. Ну и майский, ну, божья коровка говорит, нет, майский жук такой, ладно, я сам проверю. И улетает. И мы все знаем, что его там ждет. И вот, друзья, друзья, я вас призываю, хватит так относиться к майским жукам. Понимаете, это какой-то расизм по отношению к ним. Я вот как егерь, как егерь прошу. Вот прилетело к вам любое насекомое, прилетело к... Вот любое насекомое, вырвите ему лапы. Или наоборот, посадите на ладошку, расскажите стихотворение и отпустите со спичкой задницы. Спасибо, у меня всё. Здравствуйте. Я Ксюша, мне 26 лет, и я не замужем. Но я не унываю, понимаю, что рано или поздно придется выйти замуж. Я даже начала готовиться. Вот все считают, что девушки в красном кружевном белье выглядят очень сексуально. Так вот, друзья, ни-фи-га. Многие мужчины мечтают провести ночь с медсестрой. Я когда халат надеваю, сразу на главврача становлюсь похожа. Вокруг меня все сразу начинают болеть. Очередь из бабушек собирается. Из-за этой очереди ко мне ни один мужик пробиться не может. А ведь ему только спросить. Есть мнение, что девушки не могут сосредоточиться на одной мысли. Так, следующий стереотип. Стереотип о том, что девушки не дают на первом свидании. Так вот, друзья, ни-фи-га не берете. Большинство девушек мечтают о большой груди. Грудь — это вообще как стометровка. Кто-то достиг цели, как Усейн Болт, кто-то сошел на середине дистанции, а у кого-то вообще фальстарт. Такие потом еще лет в 25 себе допинг закачивают. Но живут же люди с маленькой грудью, маленьким мозгом, маленькими амбициями, с мамой. А еще я давно хотела с негром. Но сейчас не об этом. Хотя из нас двоих фиг знает, кто еще больше экзотика. Я за справедливость в сфере услуг. Вот гаишники нас штрафуют, нужно внести в наши отношения справедливость. Каждому гаишнику жезл размером с член. И посмотрим, кто из них еще им трясти будет. С кутанами тоже должна быть справедливость. Пусть не используют одно и то же оборудование больше года. И скидки предоставляют пенсионерам, школьникам и группам от 15 человек. Я недавно поняла, что неправильно. Если кто-то опоздал на вечеринку, ему предоставляют штрафную. То есть человек и так опоздал, еще получает все самое лучшее. Представьте, если так же было бы в отношениях. Парень пропустил первые пять свиданий, а потом пришел и тарахнул ее. В прошлом году вышел фильм, где Дима Билан играл героя войны. Это неправильно. Где он воевал? Я помню только его поединок с Плогеей за Кристиночку восьми лет. И знаменитый бой с Кимати в инстаграме. А вы заметили, какая там у Билана идеальная борода? На войне. Под пулями. Складывается впечатление, что там филиал Чапаев Барбершоп открыли.